Здравствуйте! На телеканале Беларусь 4 школа жизни. Переходный возраст, время непростое не только для родителей, но и для самих детей. Что же происходит в это трудное время? Почему мы всегда обеспокоены этим периодом в жизни наших детей? Давайте разбираться вместе. Подросток отличается от взрослого тем, что совершая какие-то поступки, любые поступки, он не видит их продолжения. Когда ребенок пробует пиво, он не знает, чем это закончится. Он даже не подозревает, что он очнется в реанимации больницы скорой помощи. Ребенок, который пробует наркотики, не понимает, что это может быть навсегда. Ребенок, который начинает курить, не понимает, что избавиться от этой привычки будет очень и очень тяжело. К сожалению, у нас в обществе возникает проблема того, что наши дети подвержены не совсем благоприятному влиянию взрослых. И взрослые очень часто вовлекают в это антисоциальное поведение подростков, показывая им пример того, как распиваются спиртные напитки, либо употребляются наркотики и сигареты. Уважаемые родители, помните, что подростковый возраст – это возраст наступления уголовной и административной ответственности. Часто преступления несовершеннолетними совершаются под влиянием алкоголя и наркотиков. В подростковом возрасте наши дети часто ищут способ повзрослеть, испытать эту взрослую жизнь, попробовать все ее вкусы, все ее краски. И часто они начинают пробовать совершенно не то, что безопасно. Ребенок перестает быть маленьким, примеряя на себя ощущение быть взрослым. Многие родители боятся этого переходного возраста, считая, что проблем не избежать. Когда природа создавала наш человеческий организм, она явно не рассчитывала на то, что наши социальные условия будут настолько сложны. Потому что, да, физиологически, физически, возможно, там 16-17-18 – это почти что взрослый организм, взрослое тело. Но для того, чтобы в нашей действительности жить как полноценный взрослый человек, надо гораздо больше, чем просто взрослое тело. И вот тем, чтобы это все изучить, наверстать, освоить, и занимается человек, подрастающая личность, вот до этих 18-21 года. Потому что не все так просто, к сожалению, не так понятно, не так быстро все это освоить. Человек начинает узнавать себя. Есть много чего неожиданного, есть какие-то открытия, то, чего, конечно же, не было раньше. Конечно, возможно, для взрослых сложности это приносит. Потому что, конечно, у нас куча хлопот, и есть часть обязанностей, которые у нас поставлены на поток, доведены до автоматизма. И когда начинает меняться маленький человечек, и уже перестает быть этим маленьким, нам нужно пересматривать модели воспитания. Это сложно, не каждый готов к этому сразу. Нам самим становится неудобно. Нам сложно. Мы не знаем, что делать с этим человеком. Он уже сегодня не такой, как вчера. Вот что с ним делать? Прошлые способы модели достигать договоренностей уже не работают. Что делать? И родителям самим нужно время, чтобы перестроиться и находить новые способы взаимодействия. Хотелось бы родителям дать такую подсказку. Помогите им узнавать себя. Они растут, они не знают, какими они будут. Вы, возможно, тоже не знаете, но присмотритесь издалека. Сделайте пару шагов назад мысленно. Где могут найти применение вот эти его качества? Да, эта эмоциональность, конечно, потом уляжется. Этот гормональный фон, когда установится, он найдет себя, он найдет способ договориться с собой, все это контролировать. Помогите ему это преодолеть, вот этот штормовой период. Вот представьте себя, у вас есть автомобиль, который стоит под домом. И вдруг по мановению какой-то волшебной палочки получается вот как. Вы каждое утро выходите, и там другой автомобиль. То с правым рулем, то с левым, то автоматическая коробка передач, то старая. Там все время разные параметры. Вы едете на каждом перекрестке, сердитесь, потому что вы не знаете, как эта машина себя ведет. Вот так он в своем теле. Периодически раз в неделю его параметры меняются, он растет. И его тело, конечно, гораздо более волнуется, оно очень нервничает само, помимо его сознания. Потому что каждый раз надо к ним приспосабливаться. Он опять неловкий, у него опять не получается. Там голос меняется, там еще что-то появляется. То с кожей что-то происходит. Помогите ему пройти это и сказать, что с ним все будет хорошо. Да, ты растешь. В этом возрасте дети все-таки начинают как-то замечать себя, начинают разбираться в себе, пытаются себя уже как-то показать в этой жизни. Кто они на самом деле, что вот я юноша, я девушка. Опять-таки замещают эти различия между собой, начинают интересоваться друг другом. Становятся такими искателями приключений, можно сказать. Какой-то неконтролируемой бравады. Ну и опять-таки я скажу, они все-таки стремятся всеми силами показать, что они уже взрослые. Белорусский интернет-ресурс «Ребенок Бай» проанализировал статистику некоторых открытых источников и выявил шесть основных негативных моментов, с которыми может столкнуться семья, воспитывающая детей подросткового возраста. Это алкоголь, курение, лишний вес, наркотики и прочее. Взрослые у нас очень часто почему-то у детей ассоциируются с тем, чего нельзя детям. То есть я вот хочу делать это, это, это. Потому что взрослые, когда ты это можешь делать, на самом деле это огромное заблуждение, которому мы, вот с ним и нужно бороться. А какие же проблемы характерны для ребенка в этом возрасте? Насчет проблем хотелось бы отметить, что тенденция, потому что ребята употребляют алкоголь, курят, употребляют наркотики, то в отношении этих тенденций хотела бы сказать следующее. В отношении алкоголя, да, действительно такая проблема существует. Статистика это подчеркивает, 18% совершенных подростками преступлений совершены ими в состоянии алкогольного опьянения. Более тысячи несовершеннолетних за 9 месяцев текущего года были выявлены сотрудниками органов внутренних дел, которые нарушили антиалкогольное законодательство. Вот и наступил он подростковый период. Ребенок вырос, стал ростом выше мамы, с ногой больше, чем у папы. И он хочет проявить свое взрослое поведение. В рекламе он видит, что вполне успешные бизнесмены на плоту с ящиком пива развлекаются. Почему бы и мне не попробовать? А тут есть маленький нюанс. Печень не созрела, ферменты не готовы к принятию и переработке алкоголя. И поэтому вроде физически большой человек, выпив стакан пива, серьезно захмелел. У него наступило алкогольное опьянение. А если это напиток покрепче, там уже пару шагов и до комы. У детей очень тяжело протекают алкогольные отравления. Это связано с тем, что ферменты печени не готовы еще справиться со взрослой нагрузкой. И хотя вес тела большой, но, к сожалению, возможности резервы организма ограничены. Хорошо, но в чем причина такого раннего приобщения к алкоголю? Почему 10-12 лет это уже, может быть, даже и не первая проба? Елена, в школе этому не учат, поверьте. Абсолютно точно. Но если в семье имеется в доступе алкоголь, если алкоголь присутствует у ребенка на праздничном столе, его оставляют без надзора и дети по ошибке якобы пробуют, то здесь мы никак повлиять не можем. Если родители сознательно предлагают детям употреблять алкоголь на праздниках, ну, ты уже подрос, давай сначала с газиками напитки, а потом, может, и еще что-то, потому что в небольшом количестве это полезно. Они так считают. То есть у нас выросло целое поколение, можно сказать, родителей, которые не считают предосудительным, когда они сидят и распевают вместе с детьми за праздничным столом. К сожалению, такое вот есть. И только всеобщими усилиями, вот такими вот примерами, что вот вы сегодня посидели, показали пример, не думайте, что ваш ребенок потом не постарается это повторить, когда станет немножко постарше. По статистике, каждый третий подросток курит. Курение начинает прогрессировать именно в подростковом возрасте. Как бороться с негативным явлением, с курением? И курение, и алкоголь, и еще какие-то попытки чего-то такое попробовать. Как бы взрослое, знаете, мне кажется, они простекают вот из какого внутреннего такого состояния подростка. Дело в том, что они, пытаясь стать взрослыми, по-другому себя чувствуют рядом с нами, с родителями, с педагогами. И он пытается обскакать нас, пробуя вот эти псевдо-взрослые модели поведения. Курение. С курением все тоже не очень просто. Курение в раннем возрасте запускает неблагоприятные метаболические процессы, и ребенку очень тяжело избавиться от никотиновой зависимости, если он начал курить в предподростковом или подростковом возрасте. И потом взрослый, который понимает, что это пагубная привычка, тратит большие деньги, большие ресурсы на то, чтобы избавиться от того, что так легко казалось в детстве. Взрослые. Причина всех бед, к сожалению, взрослые, когда они своим примером показывают, что это вполне нормальная занятия, времяпровождение досуга никак, ни один врач, ни один учитель никогда не пробьет эту стену, не достучится до ребенка. Извините меня, я останавливаю ребенка, который видно, что на перемене сходил на улицу покурить. В школе нельзя, около школы нельзя. Они уже уходят там за... Очень далеко, можно сказать, целую остановку. Нет, во дворе не курят, потому что жильцы сразу же мне звонят. То есть они знают, что Вячеслав Владимирович как бы учит детей хорошему. И когда я этого старшеклассника приглашаю к себе и спрашиваю, где ты деньги берешь на Курево, ну думаю, что скажет, мама дала на булочку, а я купил сигарет. Нет, ребенок говорит, мне мама сама покупает сигарет. Как здесь педагог, как здесь врач может повлиять на данного, на данного еще не взрослого, но уже не ребенка. Но о наркотике это отдельная тема. Ни для кого не секрет, что при употреблении дозы в детском возрасте очень быстро формируется зависимость. Именно на детский и предподростковый возраст направлены все ухищрения сбытчиков наркотиков, потому что в этом возрасте психика ребенка наиболее уязвима для психоактивных веществ. Что касается наркотиков, то здесь я хотела бы сказать, что жизнь не стоит на месте. Если в 2015 году, в 2016 году в области несовершеннолетними было совершено 85, 82 в 2016, ну, преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то за 9 месяцев текущего года 5. Поэтому здесь мы видим определенную тенденцию к снижению. Статистика такая благоприятная для нас сейчас. И, возможно, мы достигнем нуля когда-нибудь. Благодаря чему? Наверное, и благодаря тому, что законодательство немного изменилось. Да, действительно, законодательство было значительно значено. Это произошло в начале связи с введением действия декрета президента номер 6. Чем были внесены изменения в уголовный кодекс, в соответствии с которым наказание за преступления, связанные с распространением наркотических средств, ходит от 8 до 15 лет. И возраст уголовной ответственности за такие преступления был понижен с 16 лет до 14 лет. И на самом деле подростки получают такое наказание в виде 8 лет лишения свободы. Действительно, такие приговоры выносились, в том числе, в Гомельской области. Мы действительно сбили тенденцию к употреблению детьми спайсов, интересах, благодаря деятельности правоохранительных органов. И, конечно же, благодаря ужесточению законодательства. Об этом тоже необходимо говорить. Но не следует самоуспокаиваться и думать, что проблема не существует. Наркотики спайсы отходят на задний план, но появляются какие-то другие проблемы. Например, проблема токсикомании и проблемы употребления классических наркотиков. Эта проблема остается для нас актуальной. Употребление на свае также не обходит нас стороной. Очертите, пожалуйста, какая категория подростков совершает эти правонарушения? Какая категория подростков чаще всего попадает в поле зрения сотрудников милиции и прокуратуры? Эта тенденция, она существует. И даже это криминологическое понятие о том, что классический подросток, который совершает преступление, это учащийся лицея в возрасте 16-17 лет, молодой человек. Это классический вариант. Но, конечно же... Почему он стал классическим? Он стал классическим, потому что, конечно же, большинство преступлений, правонарушений совершаются именно... И совершались молодыми людьми в таком возрасте и, к сожалению, учащихся лицеев. Если говорить о цифрах за 9 месяцев 2018 года, то практически половина всех преступлений совершена учащимися лицеев, колледжей и других учреждений среднего специального образования. С чем это связано? С возрастом, во-первых, учащихся, потому что учащиеся лицеев и колледжей – это, опять-таки, ребята уже постарше, это 16-17 лет, и все-таки... Это дети, которые в силу разных причин хотят быстрее взрослеть. Они уже выбрали профессию, так скажем. Они готовы, с одной стороны, к труду. Они не хотят учиться. Они не хотят получать высшее образование. Опять-таки, это интеллектуальная особенность. Это дети, ну, скажем, с низким образовательным цензом. Это низкие оценки. Это 4-5 по десятибальной системе. Ну, это было всегда. Ну, все-таки, те, кто идет в эти учреждения образования, действительно, они раньше становятся взрослыми. Я же говорю, что вот эти вот нехорошие вещи у наших таких 16-летних, 17-летних людей почему-то именно ассоциируются с тем, что взрослый должен, может, и ему это все будет как бы... Не будет это осуждаться. Я, может, разорву ваш шаблон. Мы вот тоже думали, что больше всего надо уделять внимание, если мы проводим профилактические беседы 16, 17, 18 лет. Но вот конкретно по своему учреждению, КАЮС, мы совершили ошибку. Слишком поздно мы начали эти беседы. Вернее, для слишком взрослых детей. Потому что, допустим... 16 лет – это какой класс? Это 9-й, это 9-й, 10-й класс. Жизнь нас не один раз показала, что дети начинают пробовать, 12, и попадают в больницу с острым алкогольным из-за того, что на них алкоголь действует сразу, как яд, уже начиная с 7-го класса. Поэтому, если говорить о том, когда надо начинать работать профилактическую, это, естественно, в семье, это всю сознательную жизнь ребенка. В школе, конечно, не надо малышам рассказывать о наркотике, им из любопытства станет просто интересно, что такое. Ну а уже вот конкретно говорить о том, что даже однократное употребление алкоголя может привести к фатальным последствиям, даже небольшая доза, и жизнь как раз-таки показала, не надо много, достаточно 100 грамм, чтобы девочка попала с острым алкогольным в своих 12 лет в больницу. В этом возрасте дети экспериментируют, очень активно экспериментируют, как родителям избежать детских экспериментов, например, с наркотиками. Что нужно говорить, что нужно делать, что нужно показывать и что нужно рассказывать? Возможно, до этого должны были быть другие шаги, еще в маленьком возрасте, когда родитель давал понять, что такое опасно. Можно просто физически не пускать, можно что-то объяснять, а еще лучше давать понять, что вы переживаете, потому что он опасности это еще не видел, он не знает, чем это может закончиться. Только вы можете ему показать элементарно в каких-то ситуациях, когда еще в очень невинных детских. Вы не просто его прессуете и наказываете за что-то, а показываете, как я за тебя испугалась. Потому что нет ничего для меня дороже, чем твоя жизнь. Не важно начинать разговаривать действительно с ребенком с раннего возраста и учить с раннего возраста умение сказать «нет» в нужный момент, потому что, как правило, это все совершает, преступления совершаются за компанию. Или показать, что ты не хуже. Около 40% совершенных несовершеннолетними преступлений совершены ими в группах. Существуют ли у нас в Гомельской области центры помощи подросткам и их родителям? Куда обращаться родителям, если у них возникли вопросы? В Гомель в этом плане очень благоприятен. У нас два центра существуют. Центр дружественной молодежи подросток, который находится на базе центральной поликлиники Мазурова 10В. В составе центра работают психологи, гинекологи, эндокринологи, компетентные специалисты, которые смогут направить подростка в нужное русло. Можно обращаться родителям, можно детям анонимно. И Центр дружественной молодежи на базе филиала номер 3 на Быховской, Быховская 108. Тот же состав специалистов, психологи, гинекологи, помогут разобраться в проблемах, подберут специалиста, составят программу анонимную, неанонимную. Все будет зависеть от ситуации. И помогут есть, куда обратиться, главное – обращаться. Кроме того, в каждой детской поликлинике есть штатные психологи. К ним тоже можно обратиться. И они направят и подростка, и родители могут обратиться. И родители, и подростки подскажут, как действовать. Не хотят в здравоохранении. В каждой школе есть психолог. Центры социального обслуживания в городе есть. В каждом районе, да, где тоже специалисты. И юристы, и психологи. И юристы, и психологи. Антикризисные центры, в конце концов, у нас есть. И работают телефоны экстренной психологической помощи. Главное – обратиться. Кстати, это тоже очень важный навык, который закладывается в семье. Научить ребенка сообщить о своей проблеме. Это тоже очень важно. Для того, чтобы уберечь ребенка от возможных зависимостей, дорогие родители, задумайтесь гораздо раньше, чем наступит подростковый возраст. Чем увлекается ваш ребенок? Есть ли у него жизненные цели? Умеет ли он найти свое место в коллективе? Знает ли он, как он вам дорог? Это все поможет ему уберечься на этом рискованном, но интересном жизненном пути в подростковый период. Родители, не упускайте своих детей. Равнение подростка на сверстников не всегда хорошо для его развития. Будьте для детей примером, опорой, защитой. Любите своих детей, берегите своих детей. Даже в сложный, особенно в сложный подростковый период. Родители, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок употреблял психоактивные вещества, будьте для него примером. Уважаемые родители, помните, что когда ваш ребенок стал употреблять алкоголь, приобщился к наркотикам, он уже встал на тропинку, которая может привести его к высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Действительно, однажды наступает момент, когда наши милые дети превращаются в несговорчивых, вспыльчивых и обидчивых. Уважаемые родители, помните, им и самим трудно приспособиться к себе новым. Сегодня мы обсудили, почему так происходит, и дали советы, как это легче пережить. Учитесь и дальше вместе со Школой жизни на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова